День добрый, sundown.ru здесь. Вчера был Хэллоуин, Йорик у нас неплохо оторвался, а у нас сегодня особенный гость студии, ну помимо дубового пенька, он же Плаха, сабвуфер от замечательной компании Dynamic State. Вы можете видать эту красивую черную коробку, как и вся остальная продукция этой компании. Выдержан очень хорошо, такой эфирный стиль, все черное-черное, такое сдержанное. Мне это очень нравится. Собственно говоря, компания достаточно молодая, ну по крайней мере, как мне это кажется, потому что я о ней первый раз услышал, может быть, год назад. В первую очередь, естественно, я думаю, как и многие, на глаза первым попались рукурные ВЧ различных калибров и моделей, которые, в принципе, очень-очень удачны, и мы о них в каком-нибудь другом видео тоже расскажем. А сегодня, как бы можно сказать, новинка от компании Dynamic State, они, смотрите, недавно начали выпускать сабвуферы, насколько я знаю, это первая модель под данным брендом. У нас есть руководство по эксплуатации, называется все это дело Custom Series, да, модель CSW, размер 1, значит, 12 дюймов, он же 30 сантиметров, как говорит нам руководство по эксплуатации динамика. Тут, кстати, много интересных вещей, помимо параметров, в том числе рекомендации по созданию коробов или оформлений под разные типы кузовов. Почитайте, вам будет интересно, это вот тоже неординарная, достаточно штука, да, я первый раз встречаю руководство по эксплуатации, как бы рекомендации такого рода. Значит, ну давайте Юрик подвинется, вот, а мы на наш пыльок поставим этот замечательный сад. Здесь у нас наклейка, гарантийный талон, упаковочная картонка и так далее. Все, в принципе, упаковано очень даже как это стандартно, но при этом надежно. С динамика, конечно, ничего не случится в процессе модировки, традиционный пакет. Вот, и, значит, мы видим такой вот черный-черный динамик. Вот так вот он, собственно, выглядит спереди. Вот, здесь чуть-чуть поцарапалась, особенно наш пенек. Сзади мы имеем, давайте переверну головой вверх, значит, ну, собственно говоря, название модели. ЦСВ-3022, значит, соответственно, это значит, что катушки у нас 2 плюс 2 Ом. Вот, об этом тут ниже тоже написано, значит, ну, и, соответственно, РМС, максимум, там, и даже чувствительность не забыли указать. Вот, собственно говоря, значит, из, ну, очевидных плюсов, это огромнейший подвес. Вот, сразу скажу, как бы, ну, функционально для динамика с ходом линии Max Max 11 мм в одну сторону такой большой подвес, конечно же, не нужен. Но визуально он доставляет, скажем так, определенное эстетическое удовольствие. Вот, мне он, опять же, напоминает чем-то динамики Sundown Audio. Вот, поэтому, хотя, ну, как бы, используется, ну, определенный другой подвес, да, это другая запчасть. Вот, я не буду объяснять сейчас, там, чем именно это отличается, но, как бы, явно видно, что люди вдохновлялись именно вот этой продукцией. Вот, опять же, плюс, значит, к использованию такой матированной надписи на колпачке. Вот, выглядит стильно, вот, и не отвлекая, собственно говоря, от зависания самого динамика. Значит, идем далее. Корзина штампованная, что, в принципе, нормально для динамика этой ценовой категории. Достаточно толстая, значит, здесь открытый, видимо, логотип фирмы DST. Как это? Dynamic Sound Technologies, наверное. Наверное, так. Вот, значит, достаточно большая шайба, вшитые погодящие, неплохого сечения, удобные, в целом, терминалы. Вот, значит, катушка у нас 2,5 дюйма, вот, производитель заявляет 400 Ватт РМС, вот, и, как я уже говорил ранее, 11 мм хода в одну сторону. Вот, в принципе, так, на ощупь оно примерно так и есть. Вот, динамик достаточно краткоходный, вот, но при этом, скажем так, опять же, определенный плюс в том, что все параметры указаны на коробке, да, и вот, в том числе, вот здесь не указано, конечно, собственно, резонансные часа, нет, указано. 30 Гц заявка для двенашки, вот, что в целом очень-очень неплохо, поэтому, как бы, должен быть достаточно универсальный динамик. Вот, поэтому постараемся в ближайшее время затестировать этот сабвуфер в какой-нибудь системе и сравнить с чем-то еще. Ну, так, в целом, могу сказать, что собрано все на уровне и, как бы, должно составить очень-очень неплохую конкуренцию, там, уже от Варду Магнуму. Вот, с моей стороны, я могу сказать, что, чисто эстетически, этот динамик мне, конечно, нравится больше, чем Магнум, вот, и, как бы, там, ну, в том числе, исходя из, там, того, как сделали колпачок. Вот, а, такие вот дела, значит, розничная цена на данный динамик, и тут я сейчас, буду говорить наугад, но, по-моему, 5500, вот, в рублях, значит, поточнее, можете посмотреть на сайте, наверное, ну, завтра, когда... Видео загрузится сегодня вечером, в понедельник, мы, соответственно, загрузим продукцию Dynamic Sound, вот, в том числе сабвуферы, будет, значит, соответственно, вся акустика, значит, какие-то вещи по проводке тоже есть интересные вещи по межблокам у них, вот, ну, и, конечно же, вещи популярные в ВЧ. Так что, вот такие дела, такой вот динамик, значит, такой у нас краткий обзор сегодня воскресный, а, значит, в ближайшее время он при D-Style Audio, вот, под него сделают какой-нибудь короб, и мы его, как минимум, послушаем, вот, может быть, даже попробуем какие-нибудь цифры с него снять, вот, а пока очень-очень симпатичный динамик, собственно, который, я уверен, займет, собственно, достойную нишу на рынке. Так что, спасибо, что смотрели, пишите комментарии насчет предположения, насчет свои недовольства можете выражать, как обычно, ну, а мы идем дальше работать. Всем пока.